Внимание, готовка ведется профессионалам. Не пытайтесь повторить это дома. Это может быть опасно. Это не фейерверк на праздники Дивали, а всего лишь индийская кухня. Я планировал осмотреть строительные площадки и другие объекты в Ашраме, но сегодня очень дождливый день. Поэтому я решил приготовить что-нибудь из индийской кухни. Только не думайте, что я собираюсь съесть все в одиночку. Я пригласил гостей. Сегодня идет дождь, поэтому все, что нам остается, это сидеть за столом и общаться. Так что я решил, что угощу их и удивлю своими кулинарными способностями. Это такое блюдо, которое требует полного вовлечения в процесс готовки, каждое мгновение. Его нельзя просто поставить на плиту и забыть о нем. Вот почему оно способно поработить вас через ваш язык. Как только они попробуют мою стряпню, то точно влюбятся в меня. А это моя собственная уникальная масала. К сожалению, видео не способно передать вкус. Сейчас мы сделаем парату. В Южной Индии мы называем ее чапати, но на самом деле это парата. В ашраме всегда есть кому готовить, но все же я решил научиться готовке сам. Раньше я никогда даже на кухню не заходил и ничему такому не учился. Но потом я подумал, что это важно, потому что моя дочь, радая, очень любила еду, приготовленную ее матерью. Виджи училась готовить у моей матери. Так что я обратился к своей сестре, чтобы научиться у нее кое-чему, а затем совершенствовал свои навыки сам. И несколько лет назад я сдал экзамен своей дочери и заслужил право называться лучшим поваром в мире. Неплохо получается. Прямо как полная луна. Если ваша лепешка похожа на что-то из Атласа и выглядит хотя бы как Австралия, то у вас все идет более-менее. Если получилась Южная Америка, тогда не очень. Ну а если Индонезия, остаетесь на второй год. Моя аппарата надулась прямо как лепешка Пури. Она готовится благодаря горячему воздуху внутри. Таати, я иди сюда. Таати, я иди сюда.